А где же, спросите вы, о резне Джонсона? Об этом чуть позже. Давайте обратимся к фильму. Апачи, который, наверное, многие помнят, с великолепным Гойко Митичем. Сейчас просто вспомним о этом фильме и обратимся к его сюжету. Апачи, фильм вестерн-студии ДФГДР 73 года. В главной роли, как я говорил ранее, Гойко Митичем. Сюжет этого фильма таков. Северная Мексика, 1846 год. На приграничной территории Нью-Мексика, на землях, которые исторически принадлежали племенам Апачи, обнаружены места рождения меди и серебра. Начинается целенаправленное уничтожение коренных жителей. Правительство готово платить за каждый скальп индейца. Оно нанимает отряд охотников за скальпами под предводительством авантюриста Джонсона. Коварные бледнолицы обещают за безопасно проходшие из территории племен рассчитаться с щедрыми запасами еды. Но, используя слабость краснокожих воинов к алкоголю, спаивая эту их и уничтожая десятками. Мужественный вождь Ульсана Гойко Митич и мудрый нано Галея Рауту мстят за смерть соплеменников. Это что касается фильма. А теперь рассмотрим некоторые дополнительные факты. В статьях некоторых критиков утверждается, что в фильме содержится неточность. Американское правительство за человеческие скальпы денег не платило. Такие сделки совершались в более ранние исторические периоды английской и французской колонизации Америки. При этом англичане чаще платили за скальпы французов, а французские колониальные власти в Канаде за аналогичные трофеи с голов ирокезов, союзников Великобритании. Однако ряд других источников придерживаются противоположной точки зрения, ссылаясь на опубликованный каталог ценник правительства Калифорнии от 1889 года. Фильм основан на эпизоде Мексикана Апачских войн, так называемой резне Джона Джонсона, состоящегося 23 апреля 1837 года. Отличие сюжета фильма от реальной истории состоит в следующем. Действие фильма перенесено на 9 лет вперед, в 1846 год. Вырезанные в результате вероломного нападения Апачи были отнюдь немирными людьми. Они уже несколько лет совершали нападения на мексиканцев в Северной Соноре и Чихуахуа. Резня произошла не в самом городе Санта-Рита-дель-Кобре, а в долине Анимас, расположенной в 80 километрах к юго-западу от города. Для того, чтобы заставить индейцев врасплох, была организована не раздача муки, а трехдневная торговая сделка с активным спаиванием Апачи. Ранее, в 1972 году, в США был выпущен фильм «Рейд Ульзаны», в котором индейский вождь-актер Хаакин Мартинес изображался как кровожадный убийца. Как видите, история, которая произошла на самом деле, и история, которую сняли в фильме, очень отличаются друг от друга. Редактор субтитров А.Семкин